Я уйду из бизнеса. Вообще буду ездить с концертами. Какие песни? Катя возьми телефон, это он. Это не какие-то обстоятельства, да, это мой личный выбор. Дружище, не задавайте таких вопросов. Добрый день. Ребята, вы улыбки. Не надо его делать. Так рад я тебя видеть, камера. Понимаете, это праздник не со своей женой, Сергеем Костяковым. Шок, смотрите до конца. Привет, ребята. Вы мне часто пишите какие-то чит-коды, лайфхаки. Расскажи про свой день. Я подумал, что будет круто показать целый день. Короче, я буду снимать все реально как есть. Вот после того, как я встал, я иду, конечно же, в ванну. Так, да, Денис, да, привет. Здорово, Серёд, доброе утро. Да, слушай, я через 5 минут уже буду у тебя. Да, окей, да-да-да, всё, я уже как раз встаю. Да, давай. Давай-давай, сейчас попробую. Короче, ребята, сегодня будет плотный такой съёмочный день. Уже приехал Денис, оператор, сейчас будет снимать. Так что ладно, пойду его встречу. Утро начинается не с кофе, утро начинается с Сергея Косенко. Ааа, здорово, ребят. Здорово. Такой заспал. Чё, как настроение? Да капец, я всю ночь, я всю ночь смотрел сериал. Серьёзно? Я, короче, до 4 утра я смотрел сериал миллиарды, ребята. Это просто хана, я просто серия за серией, ты не можешь остановиться. Я уже каждый год переезжаю с квартиры в квартиру, меняю так локацию. И я за год так и не разобрался, как работает домофон. Поэтому мне приходится постоянно вот так спускаться вниз, вместо того, чтобы просто открыть дверь. А самый прикол в том, что он есть, то есть вот работа. Сейчас я переодеваюсь и едем. Хорошо. Здесь вещи, здесь типа зимние, то есть летние там в другом месте. Рубашки одинаковые. Ой, так это не моё. Я могу всё объяснить. Ой, блин, тут какие-то трусы. Вот. Сегодня будет встреча с Владом Соколовским. Три дня назад я просто еду на машине и мне пишут в директ, Серёга, здорово, только что видел тебя на Фрунзе проезжал. А мы не знакомы вообще, то есть мы даже, ну, как бы, я не знаю, он меня не знает, просто написал мне. Я говорю, о, привет, там, приятно познакомиться, давай познакомимся. Так, короче, вот так и делаются встречи. То есть мы, короче, будем с тобой сегодня одинаково, что ли? Ааа, слушай, реально, ну да. Да, давай, хорошо. И места меняться навстречу, блин. Что, мне будет не очень, да? Это, конечно, большая проблема. То есть почему не очень? Да? А ещё мне очень не нравится, короче, вот эта грёбаная мода на эти носочки короткие, короче. Тут уже надо, чтобы вот эти, типа, ну, вот знаете, да, чтобы здесь было открыто. Я с вечера собрал вещи на спорт, я их просто в рюкзак закидываю, и в этом же рюкзаке лежит ноут, даже два паспорта. На всякий случай, мало ли, куда она занесётся. Часто спрашивают меня в личке, типа, что ты делаешь с волосами? Вот есть такая глина, у меня как этот бьюти-блок. Просто вот так вот волосы много. Можно ехать. А, да, кстати, ещё очень важно, это я делаю реально каждое утро. Витамины. Я не знаю особо их назначения, это как раз все вопросы к Маше. Есть люди, которые супершарят, то вот я не из тех, типа, витамины какие, надо поддерживать балансы, какие-то там, белки, жиры, углеводы, там, ну, что-то не поменять. Короче, с обувью реально у меня очень, ну, я не знаю, много это немного, но мне кажется, что многовато. И мне очень тяжело всё время, потому что вот приходится тоже выбирать. Плу и Витон, Прада, это Лакост, но я давно не носил. Вот эти мои любимые, может быть, кто-то видел, знает, Кристиан Диор, вообще я их просто обожаю. Они просто супер крутые. Вот, ну всё, мы готовы. Всё, давайте уже опаздываем. Встреча должна состояться при любой погоде, так сказать. Очень большую часть времени я провожу в Инстаграме. Если посмотреть на эти проценты аккумулятора, то 38% у меня обычно. Кстати, ну, можем сейчас посмотреть. 42, даже, 42% Инстаграм, 20% Телеграм, 10% Ватсап и только 8% звонки. Когда вы пишете, что, типа, не отвечаете мне, вот запросы на переписку, хрен, ну, много их реально, я просто не успеваю. У нас сейчас первая встреча с моим новым управляющим партнером розничной компании, который занимается поставками из Европы косметики и парфюма и здесь продажи в России. Серёг, ты вчера попросил задавать комментарии ребятам, чтобы спрашивали у тебя какие-то вопросы. Вот у нас есть первый вопрос. Пишет, вам реально так сильно нравится рэп? А кто пишет? Асим Иванова. Асим Иванова. Рэп мне очень нравится, реально. Мой плейлист состоит больше на 50% из рэпа. И, причём, я всю жизнь слушаю, прям, ну, со школы, наверное, с класса, с девятого. Вот эти вот, вначале это были Eminem, потом это были Многоточие, Каста. Вот Каста была очень долго в моём топе. Потом это был Гуф, Зэме, Йоу. И потом появился Окс, Оксимирон. И, конечно, для меня это была революция рэпа, поэтому рэп я обожаю и вам советую. Следующий вопрос задаёт Илья Агейнко. Как ты улучшал свои знания в банке? Как совершенствовал свои знания? И каким образом ты предложил все свои идеи руководству? Да, кстати, хороший вопрос. Я для тех, кто не знает, просто скажу, что я, когда приехал в Москву, это было 10 лет назад. Мне было 20 лет, сейчас мне 30. Я работал в банке, был маркетологом. С зарплатой 18 тысяч рублей в месяц была самая маленькая зарплата. Когда нужны были какие-то знания, я сразу просто в интернете смотрел книги, спрашивал каких-то друзей, знакомых, банковское кредитование, например, маркетинг. И однажды на корпоративе я познакомился с владельцем банка, с управляющим. Провели рекламные компании хорошие, привлекли клиентов, и он уже обо мне что-то там слышал. Поэтому вначале проявитесь, покажите себя в своей должности, но просто сделайте гораздо больше, чем от вас ждут. Просто больше, чем от вас ждут, и все. То есть от вас ждут, например, чтобы выполнить план продаж 500 тысяч рублей. Так сделайте 2 миллиона или 3 миллиона. И потом никаких вопросов не будет. А как же мне пойти к руководству? Да блин, руководство само к вам придет. Поэтому вначале сделайте какой-то результат сами. Габуторин, что надо сделать, чтобы вы стали моим ментором, он спрашивает. Сейчас у меня реально нет времени, нет ресурсов на то, чтобы быть чьим-то еще ментором. У меня и так есть, ну, пару человек, с кем мы встречаемся, я помогаю как-то чем могу. Вот, поэтому сейчас пока просто я никого не беру, поэтому, ребят, sorry, пока не пишите. Вот. Ладно, все, идем на встречу там. Да, Алексей, это наш HR, директор компании. Артем, управляющий партнер мой. Вот. Ладно, в общем, с этого момента мы уже не будем снимать. В этом встрече закончится и вернемся обратно к моему зиму. Мы приехали в офис, давайте я вам хотя бы немножко покажу. Вот эти стеллажи и вот эти столы офигенные, очень крутые. Сделал Сава, я с вами познакомлю, Сава придет еще, через час, по-моему, он будет. Я вам покажу его. Сава суперкрасавчик, они делают офигенную мебель. Посмотрите, ну, просто это такой стиль, вообще, мне кажется, что это топ. Здесь Ника, Ника, заспанная, да, как делать? Да, работаем по ночам. Да, Ника по ночам работает. У нас сейчас вот это новое направление с GiveAime. Вот такие розыгрыши, когда мы берем блогеров, да, мы берем много спонсоров, которые хотят много подписчиков, да, и переливаем этот трафик от блогеров, они там разыгрывают какие-нибудь айфоны и говорят подписчикам, подпишитесь на этих спонсоров, там, 50 человек или там, 70 человек. И вот эти вот спонсоры платят за это деньги. А мы такая площадка, которая соединяет блогеров, там, их контролирует, чтобы они хорошо выкладывали эти видеопосты. И, с другой стороны, со спонсорами общается, чтобы не было недовольных, там, все им помочь, объяснить, что надо делать, как прогревать аудиторию, короче, ну, такое вот направление. Да, Стас это супер саппорт. Да, Стас он помощник, самый лучший помощник в мире, вот, по версии Сергея Костенко. Это Аня с Ангелиной. Да, да, да. В общем, они занимаются тем, что покупают товары и везут их из Европы или, там, из России, везут на склад, нам дальше распределяют там цвета, выбираем, какие свитера нужны и так далее. Ладно, все, погнали, времени реально нет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Ксения, очень приятно. Да, да. Михаил, у нас там очень руководитель. Да, да, да. Так, и чем мы будем заниматься сейчас? Мы привезли финальную версию генеалогического исследования, которое мы делали чуть больше, чем год. Генеалогическое исследование, короче, что это такое? Расскажи, кто не знает. Ксюша, тебе слово. Да, генеалогическое исследование мы проводим довольно долго. Это исследование истории семьи. Вот, соответственно, мы начинаем с интервью всех, кто есть на данный момент, и дальше копаем вглубь в веков. Вот, собственно, результаты будем рассказывать сегодня. Я уже знаю часть, там, я уже читал отчеты, часть деталей, там, вообще, когда у меня бабушка, например, оказалось, что сидела три раза в тюрьме. Мы, наконец, готовы представить вам результаты генеалогического исследования. География расселения ваших предков, сложно сказать, что она обширная, потому что, в основном, ваши предки происходят из современной республики Беларусь. Я рассчитывал, что будет кто-то из Австралии. Да, нет. Так будет удобнее. А если в конце исследования будет шок? Ну, там есть... Ребята, шок, смотрите до конца! Так, ребят, я вам скидок никаких не даю, но, может быть, Ника? Ник! Ребят, ну, в течение часа последние места самые горячие. Вместо девяносто восьми тысяч, цена восемьдесят пять. Платите. И пишите. Е-бой! С первого раза! Вот это профессионализм. Но до этого было восемь дублей. Сава, расскажи, Сав, чем ты занимаешься? Мы изготавливаем мебель в стиле лофт, как ты видишь. А вот такую можете изготавливать? Сложный вопрос. Я думаю, что не проблема. Да. Это Сава сделал для нас вот это, все эти вот столы. Стас, скажи, как есть? Как тебе столы? Классно? Блин, за ним сидишь, и ты прям ощущаешь ни себя не в офисе, а где-то в таком классном месте в лофтовом. Да. Еще бы стулья замените. Если вы производите стулья, пишите мне в деревяк. Друзья, кто хочет такую же мебель себе, цвета у вас, я так понимаю, все под заказ, любой, да, вообще, что может быть? Офигенный такой размест. Да, ну и цены норм. Короче, не было такого типа супер дорого. Ссылку на сайт оставим снизу. 15% скидка, какой есть промокод. Давай и ПКСНК для вам промокод. Да, промокод и ПКСНК, и вам будет 15% скидка на эти столы. Давайте, делайте свой офис еще круче, чем он есть, и позволяйте раскрываться потенциалу ваших сотрудников. Да, мы пошли это дословно смотреть. Очень важный момент, который является на самом деле единственным в моей практике, когда я работала с уголовными делами. В этом деле сохранились фотографии, которые были собраны у Анны Константиновны. Да, ребят, обратите внимание, что сейчас, как закатывают штаны, примерно так же было тогда. Все равно, как хорошо. Да, ничего не меняю. Анне от старого вояки. Как Анне, ну вот непонятная подпись, это 1939 год. Ладно, это практически как на фотке в инстаграме отметил. Вот фотка и здесь такая отметка, дорогая. У нас учет от ДНК исследования. Мы обнаружили много, более 700 человек, 746 человек, которые совпадают с тобой по ДНК. Давайте, короче, для вас играть вот такой, смотрите, такой ДНК-тест, когда вы узнаете, кто вы реально, кто вы, в какой пропорции, где у вас есть родственники, вообще, где в мире, какие конкретно люди, представьте, то есть у каждого из вас может быть, вот у меня в Нигерии, вот, финны, американцы, поэтому давайте, ребят, короче, пишите в комментариях, пишите, кто хочет, просто поставьте, пишите, я хочу себе ДНК исследования и среди вас выберу одного, обязательно оставьте свой контакт, чтобы вы могли кому-то написать. Вот такой будет розыгрыш, блин, мне кажется, это очень крутое дело. Короче, представьте, насколько офигенное у нас местоположение офиса. Вот здесь Храм Христа Спасителя, это самый центр Москвы, здесь памятник Фридриху Энгельсу, а вон там ресторан Воронеж, в котором мы встречаемся с Владом. Так, короче, ребят, пока нет Влада, там задавали вопросы у меня про питание, там, как ты питаешься раздельно, и нет такого, что я, типа, вегетарианец, там, или сыроед, вот, но я пришел к тому, что мясо очень тяжело есть, оно долго переваривается, и, собственно, тут тратится много энергии, поэтому я предпочитаю рыбу, овощи, еще стараюсь делать раздельное питание, но для меня это тяжеловато, вот, когда нельзя, например, грейпфрутовый сок, например, пить и капучино, еще очень много пить кофе, наверное, два-три-четыре капучино в день, это, наверное, многовато, но в целом мне нравится. Смотрите, вот как это делается, ребята, вот. Не надо, не надо всей этой техники. Все эти слишества, это не знаю, здорово. Видите, это праздник не со своей женой, а Сергеем Костяком. У нас уж такая канва, и я ненароком попал в твой влог. Да. Я как бы тоже ведь молодой предприниматель. Да. А, я видел тебя в институте, какая-то вступовина для парадок. Я не знаю, насколько тебе это сейчас вообще будет актуально, подойдет или не подойдет, но я тебе дарю, ты один из первых экземпляров, собственно. У меня, короче, сегодня выпуск. С утра до вечера мы снимаем мой день. И так совпало, я не знаю, как так произошло, но у меня уже пятый бренд я рекламирую за день. То есть все приходят и что, просто все дарят. Ребят, я скажу так, это не оплаченная интеграция. Да. Просто вот на обычных началах. Да. Рассказывать, что это такое. Короче, это такая штука вот в такой вот упаковочке. Это линейка, по факту. Да. Потому что это помогает людям просто быстро сделать движение. Второе движение, второе. И как-то побежать. То есть, короче, все пацаны, вот у меня друзья, они дважды в месяц ходят в барбершоп. Да. Два раза. Потому что они чуть-чуть отрастают и их начинают до пенсии. Сами они это сделать не могут. И как бы мы сделали такую штуку. Ну, как сделали. Есть аналоги, естественно. Мы решили пихнуть это на русский рынок. Это твой бренд? Да. Офигеть. Красавчик. Вы ток-ток начали, да? Ток-ток. Да, вот ток-ток. Да, офигеть. Ну, короче, я первый открыватель. Хотя я делаю триммером. Ну, я просто... Я тоже делаю триммером. Причем я записал вот в свой влог. То есть я не стал делать рекламных роликов крутых. Я просто записал в свой влог, как я это делаю сам. Да. И все. Приходите кушать к нам в жаровне. Ресторан в жаровне, да. Мне Танев тебя сказала. Да. И как ресторан? Слушай, ну, у нас уже десять. Десять ресторанов? Мы уже открыли. Собственно? Да. Открыли десятую точку. Блин, короче, знаешь, вот типа есть такой миф, короче, что типа артисты там, ну что они, короче, не очень предприниматели. Это нормальная история, вот. Мы начали с футрака, который поставили на Родждельской. Вот, в процессе поняли, что нам не нужна франшиза. Вот, потому что мы придумали формат русский. Да. Очень понятный. Вот, называли жаровня и просто сделали типа бургер по-русски. Ну, у нас была такая концепция для запуска. Офигенно. И все, мы запустили... Бургер по-русски? Бургеры по-русски. А в чем это отличается от какого-нибудь заграничного? Дружище. Не задавай мне таких вопросов. Это... Это маркетинг. Ты знаешь. Ладно, короче, ребят, не будем мучать с Владом. Мы хотя бы... Мы реально первый раз в жизни встретились и сразу на камеру. Поэтому давай, это... Дэн, выключай. Мы будем, понятно, нормально. Ну и что, как с Владом прошло? Слушай, огонь. Огонь. Блин, я вообще офигеваю. Раньше, знаешь, ты встречаешься с людьми, так вот спрашиваешь, ну сколько тебе лет там? Думаешь, ты помоложе. А сейчас, знаешь, всем на 5 лет младше меня всех. Капец. Ему 20, 26 лет. Вот. И... Влад, я помню его в детстве. Вот помните, когда мы смотрели телик, вот эти вот... Биз-группа была. Вот это. Блин. Какие песни? Катя, возьми телефон. Это он. Да. То есть вот реально ты так вспоминаешь, типа, из детства вот эти картины. И тут, типа, живые люди, что-то какой-то бизнес делаете вместе. Мы сейчас там... Кроме гива, который мы сделали, сейчас еще есть пару идей. Вот. Ну а сейчас будет тяжелая встреча очень. Эту встречу вам тоже не покажу, но потом будет Жене Гаврин. Серёга, давай возвратимся к вопросам по Инстаграму. Там у тебя спрашивали ребята. Да. Смотри, тебе пишут Smoked Crossbow. Покинул бы бизнес ради рэпа, записывая альбом и гастролями по городам. Ага. Не, я на самом деле два или три месяца реально в это верил. То есть когда я начал заниматься именно написанием текстов и записью песен, это было в сентябре этого года. После прослушивания Оксимирона я так вдохновился, что начал писать песни, сам стихи. И на них... У меня сейчас пять песен записано, я пока только одну выложил в интернет. И тогда я реально допускал мысль, но не то что я уйду из бизнеса, я допускал мысль, что я вообще буду ездить с концертами. Я посмотрел на то, что в бизнесе, ну мягко говоря, как бы без меня не очень хорошо. То есть лучше бы надо мне вернуться, ну не то чтобы в операционный бизнес, а вот просто вернуться к компании. Вот. И... Ну и тогда я понял, что конечно же, ну то есть мое призвание все-таки это создавать бизнес, создавать какие-то компании. И мне это реально нравится. Поэтому никогда я это не брошу, буду всегда этим заниматься. Барабанов пишет такой вопрос. Что ты делал, когда только пришел с армией? Я сейчас в армии и интересуюсь узнать. Но на самом деле я в армии-то был как-то условно. У меня была военная кафедра в институте. Я офицер запаса, да. Поэтому не могу, к сожалению, помочь. Смотри, есть такой вопрос, его задал Костера, но он такой длинный. Давай вот я тебе его наверное задам в качестве блиц. Давай. Смотри, интересно узнать, какой ты на самом деле любимое блюдо? Любимое блюдо, наверное... Развернитесь. А, капреза, я думаю. Капреза-салат, да. Это помидоры и сыр. Музыка? Музыка, Оксимирон. Хобби? Футбол, наверное. Играть в футбол. А в детстве чем любил заниматься? В детстве я любил на сцене выступать. Если мне давали такую возможность, я там и танцевал, и пел, и участвовал в конкурсах каких-то. А общаешься ли со старыми друзьями? Поверните направо. А затем развернитесь. Не так часто, как могло бы быть. Просто у меня реально особо нет времени. Ну, реально все практически расписано. Вот. Поэтому, ну, редко, к сожалению. Ребят, простите меня. Какие отношения у тебя с родителями? Отношения с родителями очень хорошие. Ну, тоже я не очень часто их вижу, но мы созваниваемся с папой, с мамой. Нормально общаемся, все хорошо. Да, и не знаю, насколько он такой, наверное, обширный вопрос. Какие ключевые действия делаешь каждый день? Встреча. Встреча с новым человеком. Потому что и желательно, чтобы этот человек был в чем-то сильнее тебя. В той области, которая тебе сейчас интересна. Ура! Мы приехали. Бежим к Жене. Ребят, кто не знает, Женя Гаврилин. Это автор канала Жизнь Бит. Это был первый канал про бизнес. Это человек, который вообще создал это как факт. Еще, кроме этого, создал кучу крутых компаний. Например, сейчас Торика, который собрал 25 миллионов долларов на ICO. Вот сейчас он будет с нами. Здравствуйте. Ребята, вы не надо его делать. Ой, как не надо? Можно? Тем более, тут гостей очень много. Он не любит этого. Сами понимаете, как он варит. Нельзя снимать гостей. Нельзя снимать кухню. Можно снимать Женю. Надеюсь. Можно минуту? Просто мы сегодня как раз снимаем день со мной с утра до вечера. Ладно, ты не против? Да. Давай я тебе один вопрос задам и все. И выключим камеру. Так рад я тебя видеть, камера. Я тебя уже не видел месяцев 4-5 месяцев. Ты не была рядом со мной. Скучаю. Скажи. Давай послание подписчикам всем. Потому что они наверняка это увидят. Твои подписчики. Которые скучают по тебе. Да? Ребят, ну все очень просто. Порадуйтесь за меня. Мы сейчас строим потрясающие истории на весь мир. Это раз. Во-вторых, не забываем о вас. Будем радовать годным контентом. Но в рамках инстаграма уже. Так что подписывайтесь на мой инстаграм. Сейчас здесь внизу появится у Сергея. И любви, удачи всем. И я заканчиваю свою речь. Потому что уже начинают, видите, ребята, напрягаться и говорить, что с кем мы снимали, а что, как происходит. Да. Нет, кстати, заготовьте кто-нибудь, который тебе подходит в заведение и говорит, что вы снимаете. А камеру в лоб просто. Вот так и все. Пока только так научились. Вот. Ну все. Походу нас сейчас закроют. Так что все, ребят. До следующей встречи. До следующей встречи. Ой, ребят. Сегодня вообще жара, конечно. Мы там с Женей придумали пару интересных проектов. Очень, очень интересно. Ладно, пошли. Позанимаемся в зальчике. Вот когда такой тяжелый день. Все время хочется отмазаться от спорта. И, к сожалению, часто это происходит. Сейчас, может быть, даже закончим. Блин, капец, короче, ребят. Походу я не еду. Блин. Маша приехала из Киева сегодня. Короче, парни, походу, сегодня без спорта, как я и говорил. Сегодня был очень плодотворный день. Опоздал на встречу с Машей. Но, в итоге, сейчас у меня выбор, да. Каждый раз мы делаем выбор. Мне сейчас пойти на спорт. То есть выбор в пользу собственного здоровья. Или пойти поужинать, да, с девушкой своей. Это выбор в сторону отношений. У меня, кстати, бывают такие дни, когда вот здесь, в Москва-Сити, два ресторана. Бамбабары, тут и Бене. Я просто перемещаюсь между ними. Встреча одна там, одна там, одна там. Вот так просто. Привет. Привет, я Маша. Я Денис. Очень приятно. Так, ну че, ребят. Вы сегодня провели со мной целый день. С утра до вечера вы увидели, как это происходит. Мне, кстати, понравилось. Напишите в комментариях, понравилось ли вам. Если понравилась моя жизнь и те мысли, о которых я сегодня говорил, то подписывайтесь на канал. Таких мыслей будет много. И интересных людей, которые сегодня были, они были не очень подробно, так кратенько, их тоже будет много. Короче, завтра, сейчас мы заканчиваем, а завтра опять такой же интересный новый день, полные ощущения, полных впечатлений. И это не какие-то обстоятельства, да, это мой личный выбор, это моя жизнь. Так же, как и каждого из вас. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok